Эскалация вооруженного конфликта на Донбассе нарастает. Накануне ВСУ обстреляли позиции сил народной милиции ДНР в поселках Шахта имени Гагарина, Веселая и Октябрь. В результате были убиты трое и ранен один защитник непризнанной республики. Ответным огнем была уничтожена позиция 58-й бригады ВСУ, трое украинских военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения. Войны никто не хочет, но она неизбежна. О причинах возможного возобновления активных боевых действий на Донбассе мы подробно рассказывали ранее. Это и запрос на повышение упавших рейтингов президента Владимира Зеленского среди ура-патриотической общественности Украины и приход к власти в США Демократической партии, которая фактически была творцом Майдана 2014 года и головокружения от военных успехов Альянса Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе. Пожалуй, стоит добавить к этому еще один важный экономический фактор. Газпром крепко привязан к Украине как транзитеру на ближайшие четыре года, а Вашингтон и Брюссель, очевидно, готовы сделать все, чтобы эта зависимость стала перманентной и только усилились. Именно сейчас, когда идут переговоры по будущему газопровода «Северный поток-2», руки Киева развязаны максимально, в отличие от Москвы. Этот фактор, несомненно, сыграет свою роль в определении стратегии действий Кремля на украинском направлении. Дело в том, что без активной помощи России ДНР и ЛНР не смогут продолжительное время выстоять под натиском ВСУ. Если Москва просто перекроет границу и заявит, что происходящее там является чисто внутриукраинским делом, две республики будут обречены. Ключевой вопрос, насколько далеко готово будет зайти российское руководство для защиты Донецка и Луганска. Известный украинский политэмигрант Ростислав Ищенко в интервью YouTube-каналу Соловьев Лив высказал предположение, что в ответ на широкомасштабное наступление ВСУ, Генштаб РФ может ответить взятием под контроль всего Донбасса в его изначальных административных границах, а также выйти за его пределы, прихватив новые территории. Насколько адекватна эта оценка? Давайте поразмышляем. Хочется напомнить, что на вопрос о возможных действиях России, в ответ на украинское наступление в период прохождения чемпионата мира по футболу, еще в 2018 году президент Путин ответил следующим образом. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Звучит весьма многозначительно и зловеще, тем паче, что Владимир Владимирович не потрудился расшифровать, что конкретно имел в виду. Потому позволим сделать предположение, что речь могла идти о тотальном военном разгроме ВСУ при помощи ВСРФ и ликвидации украинской государственности, коли он сам оставил такое пространство для домыслов. По силам ли России победить незалежную и дойти до Киева? Да, вот только это будет достаточно дорого стоить во всех отношениях. Большие потери в живой силе, боевой технике, потом могут возникнуть проблемы с партизанщиной и так далее. Но самое главное сегодня, это то, что на Западе не будут спокойно смотреть на такую полномасштабную войну. Закон о праве ввода в незалежную иностранных войск уже принят. Потому поход на Киев с высокой долей вероятности закончится введением контингента НАТО на территорию Западной, а потом и всей правобережной Украины. Тут уж все будет зависеть от расторопности ВСРФ и действий наших ВДВ, что они успеют первыми взять под свой контроль. Фактически это означает раздел незалежный. Приблизиться от этого НАТО к российским границам или наоборот отдалиться? Вопрос весьма дискуссионный. Сейчас Россия уже по уши в западных санкциях, а столь активные экспансионистские поползновения со стороны Кремля закончатся новым пакетом еще более жестких ограничительных мер. Про Северный поток-2, в частности, вообще можно будет позабыть. Возможно, Киев даже прекратит транзит российского газа через свою территорию, а цены в Европе взлетят, на что американские производители СПГ будут только рукоплескать. Оптимальное время для такого сценария уже упущено. Лучше было провернуть его в 2014-2015 годах. В 2021-м это сделать тоже можно, но цена вопроса будет очень велика, особенно если делать все своими руками, без местных прокси. Готовы ли в Кремле на такое обострение? Осетинский сценарий. Повторение сценария Олимпийской войны 2008 года выглядит намного более реалистичным. Напомним, тогда Россия ответила на грузинскую агрессию прямой военной силой, защищая своих граждан, проживающих в Южной Осетии и Абхазии. Формально сейчас для этого тоже есть основания. После упрощения процедуры предоставления российского паспорта, его успели получить более 400 тысяч жителей Донбасса. Если ВСУ пойдут в широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР, и при этом начнут погибать наши сограждане, Минобороны РФ обязана будет вмешаться. Правда, есть одно «но». Российские миротворцы, которые были атакованы грузинскими военными, находились в Южной Осетии на тот момент на основании международного мандата. На Донбассе, если и есть кто, то только в неофициальном статусе отпускников, а также добровольцы. Также агрессия со стороны Грузии тогда вынудила Москву признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Пойдет ли она на это сегодня при описанных выше раскладах? Вероятность того, что Кремль в 2021 году по кальке применит рецепты 2008 года, можно оценить 50% на 50%. Сами, все сами. Напомним, что принципиальная позиция российского руководства состоит в том, что оно уважает выбор жителей Донбасса в вопросе самоопределения ДНР и ЛНР, но не признает их независимости. Специально для адептов идеи Большой Новороссии, президент Путин лично подчеркнул. Вы сказали, что какой-то украинский, чиновник заявил, что Краматорск это не Украина. Он полный идиот. Человек мало того, что не исполняет своего долга, так еще и совершает преступления против собственной страны, как бы отрезая от нее часть территории. Кто его уполномочил? Полная дурь. Конечным итогом Минских соглашений должно стать не независимость, а возвращение Донбасса в состав Украины на особых условиях. В рамках данной политики просто нет никакого смысла при помощи военной силы выходить за пределы нынешних ДНР и ЛНР. Все, на что реально могут рассчитывать Донецк и Луганск в случае полномасштабного наступления ВСУ, это помощь вооружениями, боеприпасами и ГСМ, отправку российских добровольцев и отпускников для проведения ими специальных операций. Главная задача в данном контексте, не участвуя напрямую, чтобы не попасть на очередной пакет западных санкций, не позволить разгромить ДНР и ЛНР военной силой, пытаясь склонить Киев к своему варианту их возвращения в состав Украины. В сухом остатке получается, что без коренного изменения подходов Кремля к украинской проблематике на какое-то военное чудо на Донбассе рассчитывать не стоит.